Собралась выйти в сад. А тут дождь. Придется ждать. Но хорошо. Поливать не надо. Продолжение следует. Дождь прошел. 25 градусов у нас. Хорошая такая погода для работы. Солнца нет. Прохладный ветерок. А я тестирую микрофон. Мы заменили тот, который был бракованный. Сейчас буду проверять какой звук. И пришли ко мне сегодня. Камушки подъехали. Вот такие большие. Вот для дорожки. Но не знаю. Сегодня будете заниматься или на другой день еще решу. Потому что у меня уже планы были кое-какие. Ну что. Вперед. Еще раз пробую звук. Немножко. Кого в банке получается. Перевесила немножко микрофон поближе. Решила я сегодня ко мне не выкладывать. Там землю мне еще надо. Для того, чтобы выкладывать дорожку. Вот. Поэтому буду сегодня продолжать вот эту часть. Приводить в порядок. Как я и хотела. Убрать здесь. Сверняки. И. Что здесь почистить надо. В общем все покажу. Так как я работала вчера здесь. Какая же работа предстоит сегодня на этом участке. Вот. Канавку уже почистила. А здесь у меня тоже покровная. Молодила. Еще не убирала. Цветение. Вот этот. Сам цветок надо убрать. Потому что мамка отдала все силы. Сюда. Вот. Сейчас. Вот эти дети прицепились. Их надо будет отцепить. И. Вернуть назад. Либо пересадить в другое место. Вот. Седу. Буду. Стричь. Уберу. Вот эти вот все цветы. Уже. Они. Они. Красиво смотрятся. Здесь тоже у меня было. Молодила цветущая. И. Следующие. Седу. Тоже буду убирать. Вот этот. Наверное пока не буду трогать. Потому что он. Он. Еще цветет. Вот. И. Седу. Очень. Легко. Убирается. Соцветия. Прям. Вламывается. Это. Седу. Такой. Как. Гребешок. Название. Напишу. Чтобы я ничего не перепутала. Креста. Там. Кажется. Седу. Вот. Покажи. Седу. Такие. Вот. Седу. Седу. Затем. Разр �ела. Зафот. Седу. Разрнесся. Иaucлёзы. Ещеufacturer. Какие. на воде почистила тут все сухое было это все надо убирать и вот такие вот готовые растения их можно уже высаживать следующий седом тоже вот так выламываю уже начала сейчас уже сделала без ножниц просто выламывала в общем съела наша кошка лягушонка наша могут они здесь жить у нас в пруду в прошлом году целый водок был и всех подушили жалко хороший такой был детеныш вычистила этот участок сейчас покажу что здесь посажено по аналогии с другой стороны под качели здесь вот актуи ели коника вот такой у меня тут красавчик сидит сорт напишу начал расти а то все маленький был следующая ель храбург уже не один раз ее показывала муж все время хочет ее выпрямить а я ему говорю что они заложены так такая порода кривулька такая красавица дальше идут гортензии также как и там с той стороны вот первая здесь зацвела вот это гортензия skyfall огромные большие шапки необычные лепестки цветов этого сорта сразу можно узнать из всех других следующая гортензий я еще не показала но только начинают свисти сорт напишу не все помню только-только у нас и цветочки следующих видео надо показывать как она будет развиваться такие большие кусты кроме 1 пока вот эти два высокие достаточно сантиметров 8090 на она вот это еще один сорт тоже только начинают свисти мелкие мелкие такие лепесточки миллион цветочков на гортензии много раз пересаживались поэтому я с ними постепенно знакомлюсь какие-то уже запомнила какие-то еще нет на меня все сорта разные такой сейчас кусты и вот это маленький кустик небольшого росточка тоже мелкие мелкие цветочки скайфу первым зацелу вот эти три только-только начинают красивый кустик так же как и с той стороны у меня здесь посажены спиреи вот они рядок идут здесь они одного возраста выпадения не было поэтому примерно все одинаково выглядят тот же сорт как и там красиво декоративные сейчас листва после обрезки цветения такие они сейчас аккуратно тоже посажены между хвойными растениями сейчас я поближе к не подойду покажу какие у меня хвойные растения здесь росты 1 стадо без необычное хвойное растение зимой бурового цвета уголки где там вот такое зеленая молоденькие у меня этот сожнец пока медленно растет следующая сосна огонь название такое потому что она приобретает зимой желтоватый цвет сейчас зелененькое ставит привитое растение очень красивая сосна и следующее это пихта название напишу чтобы не ошибиться у нее очень интересные хвоинки сейчас подойду поближе сниму закручены и тыльная сторона такая серебристая придает такой вид это пихте необычные кучерявые хвоинки растет тоже медленно сидит уже долго у меня болело и по-моему сейчас неплохо уже себя чувствую дальше у меня идет ряд видео тоже также дугой посажен сейчас покажу вам поближе этот сорт целом розовым и позже всех и больше всех видела отличаются листовой цветочки у многих похоже но то это такие розоватые симпатичный небольшой сорт следующие три могу напутать сорта они у меня есть я их напишу вот но где какой возможно порядок будет нарушен поэтому напишу сразу вам три сорта в принципе вот эти два с краю вот этот и тот немного похожи темные листва цветочки темнее чем предыдущего сорта и здесь еще одна и дело с зелеными листьями цветением по моему у них у всех было темно розовое после стрижки очень интересно смотрится листья молодые вот такого кожаного какого-то по структуре кожаные смотрите или у рептилий вот такая кожа ну вот что-то такое последнее видно и я и и и последнее видео она такая высокорослая листья не и большие по сравнению с теми видео и и приобретают такой вот оранжевый окрас на солнце цветение незрачная этом году вообще вообще не делая брала из-за листьев цветение непродолжительное мелкие цветочки довольно быстро они цветают но вот из-за листвы можно брать красиво она смотрится особенно стрижки я подстригла вегелу в этом году каскадом здесь сделала повыше 3 вот этих из-за того что у них рост примерно одинаковый подстригла в другом уровне и из-за того что последнее это видео она карликовая не очень большая тут ступенька получилась в общем у меня здесь три ступеньки весь этот ряд был подстрижен после цветения и вот теперь так выглядит красиво если их не стричь то это будут огромные кусты но по крайней мере вот это последняя точная вот эти три возможно это будет не такая большая но все равно я ограничиваю их в росте не так больше нравится и вот еще один первый ряд сейчас покажу здесь сначала уголок с почвопокровными тут все дом после цветения и убрала здесь вы видели выбирала сегодня цветы напишу название это маловио тоже разные сорта не перечислять не буду здесь у меня арабис тоже подстрижен после цветения кто-то подъедает немножко и такие камнеломки интересную это один сорт это другой посажены были весной пока они еще развиваются между хвойным и также посажены все дома здесь убрала цветения оставила только листочки теперь видно что они резные красивые будет дальше расти и хорошать этот седум очень декоративный красивый сорт я уже показывала когда у меня было общее обозрение всех седумов цветение постепенно что-то уже цвело а что-то еще только начинает из-за этого долгое цветение у меня этого седума этот уголок у меня по аналогии с этим посажен тоже убирала сегодня сорняки вот композиция седума отчетки и глазами и так как и здесь вот сидит калами и показала здесь у меня тоже посажены кала я не думала что ты где так разрастется то я это она немножко когда получается придавлены сегодня не буду корректировать чуть позже немножко уберу кала кала высокорослая с таким листом с полосочками белыми смотрите какой цветок сорт пикассо ну и тут хвойные растения у меня остались которые я еще не показала это туя теги сформирована вот такая у меня сейчас шапка заросла а стрижка была она была непонятной формы вернее форму я ее придала но она была такая не густая почти высая вот я оставила ветки самые крепкие и за счет этого форма держится не распадаются уже были у нас опять ветра и полив и она держится то есть есть решение этой проблемы потому что обычно туи по идее они очень подвержены распаданию есть видео как я ее стрела можно посмотреть и такой есть я ее красиво очень красиво и очень довольна и последнее растение которое здесь посажено это только здесь у меня росло какое-то растение пропало я уже не помню это я заказывала в горшочке в горшочках они почему-то пропали вот и я посадила сюда а тут ее неплохо очень интересная хвоя крупные такие хвоем и как у туевика почти симпатичная только вот так выглядит теперь эта зона слева справа от качели осталось еще газончик покрасить и будут вообще супер я наверное вам оставлю ссылку в описании как вот этот участок мы делали как высаживали растение какие они были маленькие потом конечно пересадок было много но двадцатом году этот участок выглядел совершенно по-другому полностью его переделали и теперь я довольна что этот участок так выглядит его декоративность растет с каждым годом конечно нужен уход постоянный как сегодня прорвать сорняки хотя бы и посмотреть как растение себя чувствует убрать цитоносы какие-то чуть-чуть подкорректировать все это очень красиво смотрится опять это надо делать регулярно я тут работала а муж сегодня он не сделал тоже большой кусок работы порвал малину все кусты здесь вычистил помидоры перевязал повыше поднял все хомуты потому что они растут с неимоверной силой вот такая помощь бесценная на этом свой рабочий день заканчиваю сегодня погода была хорошая для работы сейчас уже появляется солнышко начинает немного уже греть поэтому вовремя я ухожу что хочу сказать что к середине лету приходит усталость мы уже все сделали все тут реконструировали весной наделали кучу конструкций новых пересадки теперь хочется просто ухаживать за всеми нашими посадками за огородом плюс еще на огороде тоже появляется работа в плане заготовок поэтому выходим сад ненадолго тем более что когда жарко это делать очень тяжело ну и ресурс все таки немного как бы заканчивается отдыхать пока отдыхать с мужем а мужа пока еще не выпустят за границу поэтому пока находимся в украине так что даем себе какой-то отдых хотя бы минимальный чтобы была возможность выйти дальше что-то делать потому что сад и огород уже без наших рук не сможет существовать в таком виде которые мы для него задумали всем пока отдыха нам и и и и и и и и и Продолжение следует...